здравствуйте дорогие друзья сегодня мы рисуем собаку хаски такой вот специальные породы для собака удивительной совершенно с волшебными голубыми глазами так что нам сегодня потребуется простой крандаш можно будет воспользоваться линейка для того чтобы нарисовать ось симметрии я позже расскажу об этом но если вы хотите можно воспользоваться чем угодно ровным чтобы провести ровную линию посередине также вполне возможно рисовать от руки и цвета которые у меня здесь представлены я еще конечно же вернусь конце занятия когда мы будем приступать но вы можете остановить на паузе посмотреть какими цветами я буду работать я еще раз вернусь в конце урока к этому вопросу и так первое что я сделаю по традиции я поставлю точку в центре листа здесь вот находится моя . и обратите внимание здесь ее тоже не стерла то есть эта точка позволяет вам ориентироваться собственно откуда я начинаю рисовать хорошо и я проведу через эту точку постараюсь ровно привести чтобы никуда мне не завалилась ни вправо ни влево ось симметрии ось симметрия это линия вспомогательная она нам помогает от зеркалец то есть все что будет находиться с левой стороны будет у нас зеркалец и на правую сторону также с помощью нее мы сможем померить расстояние например от носа до глаз или например размер носа или размер морды очень полезная штука ось симметрия линия вспомогательная поэтому пожалуйста не делают не давите сильно на карандаш когда вы ее рисуете что потом мы могли стереть и собственно спрятать у меня лист а3 и чтобы нарисовать вот такого размера собаку соответственно размер носа должен быть довольно крупный это два моих пальцев примерно я вот так вот положу два пальца то есть я ориентируюсь на на то что у меня будет ширина носа два пальца такой я рисую вначале левую сторону и я рисую справа что здесь вот у нас находится вот эта самая фасолина но если вам ближе сердечко можно вытянуть вот сюда вниз небольшой вот такой совсем малюсенькие хвостик как я уже сказала размер два пальца и сразу же я здесь намечу ноздри круг 1 я прикрепляю слева кружочек и второй кружочек симметрично ориентируясь на линию симметрии немножко мне получился больше в правую сторону я сама себя откорректировала получился у нас практически уже готовы носик здесь вниз я буквально на пол пальчик то есть пол сантиметра спускаясь вниз и отсюда мне сейчас пойдет движение морды вот это влево 1 и вправо 2 она такое характерное начале лучше всего нарисовать вот это вот линия должна быть шире носа то есть здесь должна быть выгнутая линия как будто бы так буквально взяли растянули сильно за концы и она должна выходить чуть шире носа то есть она у нас не короткая а довольно длинный 1 и 2 а вот из этих мест из этих мест она у нас должна будет пойти практически вот сюда наверх на высоту этого носа опять же можно померить можно померить помощью карандаша точку в которой мы будем целиться да здесь она находится она чуть но практически на уровне носа то есть вот здесь вот так можно шире сделать можно больше я замеряю расстояние от этой точки до линии оси вот это его длина и переношу его сюда здесь примерно ставлю . ничего страшного если будет чуть-чуть дальше или чуть-чуть короче короче ли они будут не полностью симметричны небо и просто из этих точек спускаемся и в конце мы чуть-чуть сглаживаю то есть мы не делаем же конечно такой вот совсем морду ему остренькую дамы здесь должны ее так вот как бы выгнуть и сюда зайти вот так нажимаю щеночку и сразу же здесь я буду рисовать язык собаки он не торчит вот сюда вниз примерно вот такой длинный он у меня будет я его закругляю если сделаю ему такую полосочку и тень довольно довольно просто просто какой-то вал спускается у нас вниз он может быть довольно длинная может быть не очень теперь нам нужно его закрыть как его закрыть очень просто мне нужно соединить вот эту вот часть своей мордочки и как бы вот нижнюю челюсть здесь рисовать сюда раз и сюда там у нас будет потом темнота но вот уже морда нашей собаки и и нижняя часть готова наша хаски выглядит довольно 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 это 8 мальчиков девочка и я буду продвигаться теперь к носу то есть вот это как бы кончик носа но вот то что у нас находится до глаз вот эта часть это тоже я называю носом считает тоже является носом и мне чтобы понять высоту где находится глаза нужно примерно померить вот ширину морда то есть вот примерно на ширине морда у меня будут находиться глаза то есть если у меня вот здесь вот такая очень нам он это я кладу вот так вот карандашик примерно помечаю линию где будут находиться глаза очень высоко их конечно же задирать не надо но если вы посадите очень низко будет не очень хорошо то есть примерно сориентируемся вот на такую высоту и главное еще что нам нужно знать это ширина до глаза у нас находится надо вот этими загибающимся от улыбки краями пасти то есть вот если я положу карандаш мне вот здесь вот будет примерно первый глаз и вот здесь вот у меня будет примерно второй глаз я могу себя также проверить как я себя проверю я померю расстояние здесь и померю расстояние здесь и теперь нос нос мне нужно чуть-чуть легкими движениями быть и вытянуть сюда наверх я сейчас объясню зачем ведь он у меня немножечко от штрихован и нам действительно чтобы создать вот это вот впечатление которое производят хаски вот это вот удивительные белые морды с серым таким вот голубым отливом шерстью и глубокими голубыми глазами нужно были чуть-чуть поштриховать нос для этого мне нужно наметить поля штриховки вот я здесь нами внизу я отмечу поля штриховки то есть там те места когда буду закрашивать цветными карандашами вот здесь вот легкими линиями на морде снизу но теперь отсюда мне потом будет расширение теперь я нарисую глаза глаза я нарисую довольно просто нарисую большие круги где-то размером с мой палец вначале просто здесь я кладу первый глаз ставлю здесь я ставлю второй голос намечаю если мне нравится я их теперь крепко обвожу давайте нарисуем месте глаз выглядит несложно нам нужно будет нарисовать вот такой вот круг сейчас покажу вот такой вот круг а теперь нам нужно будет его обвести как его обвести нам нужно поставить точку слева и точку справа внизу смотрите слева точка вверху справа точка внизу это если мы рисуем левый глаз а если мы рисуем правый глаз то наоборот у нас будет . возле носа внизу и . возле края вверху давайте поставим эти точки найдем их 1 2 и теперь я должна обвести то есть с помощью этих я создаю вот эти черные черную глубину я вытаскиваю обвожу и вхожу с одной стороны и с другой стороны у меня получается такой немножко миндалевидная форма и с другой стороны тоже самое проделываю раз и два здесь немножко близко получилось что страшно это просто чтобы вам лишний раз показать и здесь и сделать то же самое я вытаскиваю и обвожу потом цветным карандашами мы еще сделаем более такую интересную форму этим глазам пока что так сильно далеко я не отложу карандаш от круга примерно так и я намечу зрачки зрачки довольно крупные сажаях тут наверх чуть-чуть прячу то есть у меня нет целый круг я чуть-чуть капельку его туда прячу вот и видите как спрятала туда наверх крупные симпатичные не бойтесь вот эта часть останется голубой я будет достаточно для того чтобы нам создать этот эффект глубоких голубых глаз ну и там у меня произвольный блик любой совершенно формы может быть стопик глаза готовы морда готова эти глаза и подсказки нам не нужны сейчас мы с вами дорисуем лоб лоб должен быть довольно высоким у меня есть даже уши будут опираться в крае листа художник от слова куда но ничего страшного мы как мы справимся и не с таким проблемами что это значит что у меня должна так оценить что у меня еще хватило место для ушей там вот здесь вот я у меня будет лоб он должен быть довольно высоко то есть такой лоб не пойдет но должен быть довольно высоко примерно я намечу голову голова такая широкая я вот так обвожу свою собаку она будет такой форме немножко капли вот здесь вот шерсти будет форме к сюда спускаться вниз обратите внимание что довольно широкое расстояние от глаз и от морды до края то есть большой такой вот лоб и здесь вот у нее будет начинаться может конечно было точно ниже компоновать ну друзья мои извините меня что-то здесь не досмотрела уши уши на самом деле должны быть большие но у меня здесь очень большие не поместится поэтому у меня будет состояние уши такой не совсем задраны наверх а такой более спокойно и широко мы их сажаем чтобы их посадить нам нужно вот от этого носа сейчас сюда вот наверх отправить вот такие две расширяющиеся линии и тогда эти линии нам помогут нарисовать уши рису я просто вывожу эти линии наверх и здесь я их мягко заканчиваю закругляю здесь у меня перед концом делает ухо вот такое вот движение и мягко входит в мордочку собаки ну вот саму голову и с другой стороны тоже самое ухо выходит наверх и здесь мягко вот так вот входит то есть но не так вырезается до таким вот образом нет она мягко как бы входит и мягко встречается с головой в ушах можно сделать такие треугольнички небольшие просто пометить себе где будет у нас раскрашена серым можно чуть поменьше и нам еще нужно разметить как собственно шерсть растет это очень важный момент потому что часто еще не очень похоже на хаски да я воспользуюсь вот этими линиями то есть у меня вокруг глаз вокруг глаз мне вот отсюда идет расширение я рисую линии как я буду штриховать что я делаю дальше дальше у меня место бровей здесь такая линия как бы над глазами немножечко падающий закругляющийся с одной стороны и с другой стороны она как бы обводит глаз сверху и здесь закрывает его здесь тоже закрывает его даже можно такой вот и дальше уходит когда глаз заканчивается она не опускается вниз к на потом уходит в щечку вот сюда и с другой стороны тоже здесь уходит в щечку лишние линии я сейчас сотру перед тем как раскрашивать эти линии мне помогут я вам говорила уже что они мне будут помогать да и еще есть линии которые мне помогут эта линия вот это от глаза ведущая к мордочке то есть она вот так вот спускается и будет сильно я не делал просто что я помню про нее я сделал и вокруг глаз вот здесь вот будет волосики шерточком ну конечно же можно там не будет одеть какой-то ошейник или что вы все что вы захотите в общем можно будет одеть такая шерточка поэтому может быть шейником я сильно увлекаться не буду чтобы потратить время на раскрашивание можно что-то повесить будет вверху или медаль можете ну что ж теперь мы приступаем к раскрашиванию естественно я начну с этих потрясающих голубых глаз как я их сделал вначале я воспользуюсь просто голубым коржом голубым карандашом не закрашу полностью глазик вот здесь та часть которая должна быть цветной 1 да а вот темно-синим карандашом я создам тень я чуть-чуть сверху надавлю и сделаю контур голубой то есть я делаю тень только вот в этих местах только сверху поверх голубого и растягиваю по контуру голубого глаза и с другой стороны не повторяю получается такой мягкий переход далее я возьму черный карандаш черным карандашом я сделаю зрачок плотно да то есть я абсолютно плотно сильно держу здесь карандаш он остро заточены и я четко по линиям внутри заполняю черным цветом зрачок не оставляя никакого не закрашенного пространства следите за тем чтобы карандаш было всегда остро заточен глаза почти готовы мне теперь нужно их обвести я пей прежде всего я закрашивают эту миндалину черную вокруг не торопясь можно очень прям сильно здесь так не давить но она должна быть интенсивно черного цвета со всех сторон глаза 1 знаешь долго раскрашиваю по своим урокам с детьми онлайн знаю что они всегда впереди меня карандаш обязательно нужно полуострым иначе у нас не получится отработать детали что мы сейчас делаем мы сейчас с вами с гладим глаза для этого потребуется нам серый карандаш значит я еще что сделаю я по краям вытащу просто волосики остро заточенным серым карандашом я вытаскиваю вот такие шерстку такую окантовку вокруг глаз делаю в одну сторону и другое накладываю как бы цвета друг на друга сильно они вылезать не должны можно где-то и черненьким малюсенькие волосики сделать черненьким ну что ж ваш глаза которые и двигаемся дальше теперь нарисуем нос нос я буду рисовать с помощью фиолетового цвета черного цвета и темно-синего цвета кучу не было чтобы казалось чтобы он мокрый я начну с синего я заложу так вот синим потом заложу фиолетовым потом можно даже чуть-чуть вот здесь вот черным это все дело приглушить внимание самая темная часть у нас будут ноздри мне ноздри прям сильно давлю делаю круглыми черными дырочками и контур контур тоже буду сильно давить вначале сделаю сильный контур а потом соединю и потом мягко захожу вовнутрь уже не сильно надавливая бы соединяя постепенно цвет носа с с черным контуром карандашки чуть-чуть расслабляя ну кто хочет может быть и сделать на нос он не будет без блика здесь не малюсенький такой блик был можно нос готов я не отпускаю черный карандаш сразу же завожу черным вот эти места под язычком и обведу пасть и раз и два здесь я создам небольшую тень я обведу пасть и здесь капельку я сделаю таким серым язык сейчас я по нему сверху раскрашу розовым если будет немножко темная часть теперь я возьму розовый карандаш и цвет кожи у меня будет язык смешанный с двух начале я сделаю цвет кожи вот здесь вот кончик языка и теперь я сделаю розовый вот тут видно что сейчас можно здесь было бы еще чуть-чуть затемнить с помощью серого цвета и охры я щас создам вот эту нижнюю тень который мне здесь было отмечено нянем сереньким прямо вот так вот и гони чичко создам тень мягко она закончится с этой стороны тоже самое мягко создам тень она мягко тоже закончится и я чуть-чуть ее разбавлю вот таким вот карандашом цвета охры я сделаю им такие вот волосики волосик не будут не только цвета охры еще чуть-чуть голубоватые будут сейчас голубовато можно тоже использовать в раскрашивание шерсти главное чтобы было остро заточены я мелкими движениями как бы повторяю сама вот это саму душе чтобы сделать усы должен быть остро заточены черный карандаш сильно все делать не надо буквально пометить их можно и я перехожу к верхней части носа здесь у меня будет вот такими движениями я как бы вытаскиваю шерстку все мы гладили так пальчиком аккуратно кошечек или собак здесь вот видели такая бывает коротенькая шерстка она тянется наверх и мои штрихи они повторяют вот это движение наверх как она растет здесь она может быть более интенсивная я накладываю голубой интенсивный цвет и обратите внимание я здесь завожу то есть шерсть здесь заворачивается вправо и здесь заворачивается в левой становится чуть чуть длиннее то есть она не такая короткая как на носу и я беру серый карандаш и разбавляю разбавляю не все будет абсолютно голубое правда у меня будет много других оттенков на шерсти в том числе здесь она уже удлиняться начинает потом в конце я сделаю объединяющие штрихи пока я просто накладываю друг на друга обратите внимание не как лучи солнца в разные стороны они расходятся здесь уже можно вообще смело штриховать прям хорошо штриховать смело спускаются здесь они у нас и идут вниз в уши тоже должны зайти у нас волосики обязательно везде должны зайти морщик конечно преимущественно останется светлой длинные волосики уж обязательно нужно чуть-чуть хотя уж у нас здесь как бы видны с внутренней стороны там должна быть там должен быть цвет кожи здесь вот у них все равно таки длинные волосики растут если у вас есть еще там темно-серый карандаш у меня есть какой-то другой фирмы я им сейчас сверху чуть-чуть тоже пройдусь чтобы шерсть была более такая интересная есть можно тоже чуть-чуть мы уже с вами самом деле практически все сделать уже заканчиваем еще охры чуть-чуть я где-то смотрите такие собак удивительно переливается на свету может быть самое всегда разное оттенки и конечно же внутри в ушах будет вот такой вот охристый цвет чуть-чуть я подскажу цвет кожи хотите даже розовый можно использовать цвет кожи них внутри видно как бы чуть-чуть мягко вот эта часть ушечек кожи я ее здесь цветом кожи не такой вот немножко розовый будет я подскажу и в конце в самом последний штрих я сделаю с помощью черного карандаша опять же тоже очень хорошо заточен потому что мы делаем просто штрихи мы делаем вот эти вот волосики на шерсти и он у меня такой вот объединяющий штрих с тем плотно где-то прохожу смягчаю где-то вот эти линии подсказки где надо бровки если надо могу вытащить по контуру дастесь могут пройти смягчить где-то длинный могу сделать эти линии карандашная как бы подпрячу чуть-чуть да и здесь с этой стороны тоже обязательно лобик дорабатываю и в ушки ушки здесь можно прям сильно под нажать и контуром вот так вот провести но сильно с черным не увлекаемся потому что все таки хотя бывает и черный можно еще темно-синим даже смотрите здесь вот так сделать красиво у меня солнце выглянуло после дождя она освещает уже мы собаку ну что мои хорошие собственно все выпускаю меня будет девочка сделаю розовый тоже поводок цвет языка ну собственно и все дорогие друзья спасибо вам за внимание подписывайтесь на мой канал и желаю вам удачи до новых встреч пока